Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 18 сентября вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group, в студию ведущая Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-долларов. Несмотря на то, что окончательная оценка изменения темпов роста инфляции в еврозоне подтвердила зафиксированный ранее рост, рынки достаточно сдержанно отреагировали на публикацию. Это может указывать на то, что рынки в ожидании результатов голосования по основной процентной ставке ФРС США. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес увеличился при незначительном укреплении котировок пары, но объемы торгов снижаются, указывая на неопределенность рынка. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается в пределах средних показателей за месяц и полгода, подтверждая нейтральное настроение рынка. Качественных торговых сигналов все еще нет, но риск возобновления восходящего движения остается высоким. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. После двухдневного роста котировок пары, в результате которого были обновлены максимумы с июня 2016 года, активность покупателей заметно снизилась, что также может быть обусловлено фиксацией прибыли по длинным позициям. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как открытый интерес и объемы торгов продолжают сокращаться при достаточно мощном восходящем движении. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается значительно выше среднего значения за месяц. Это увеличивает вероятность охлаждения рынка в краткосрочном периоде. Риск развития коррекционного снижения к 1.3450 продолжает увеличиваться. А сейчас придем к валютной паре доллар США, канадский доллар. Общая динамика торгового остается нейтральной, при этом даже рост цен на нефть и умеренное ослабление доллара США не позволяет котировкам пары продолжить снижение. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения нет, при этом и открытый интерес увеличивается даже при уменьшении объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается на уровне 90 пунктов, но и сегодня не приходится рассчитывать на рост торговой активности. До момента фиксации котировок пары над уровнем сопротивления 1.2240, рынок все еще остается медвежьим. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус рынка. ФИБО Фибагрупп. Ваша финансовая группа поддержки.